Доброго дня, всем добрым людям! Мы на YouTube-канале Марка Солонина, а мы неуклонно приближаемся к пониманию картины войны судного дня, октября 1973 года, вероятно, один из наиболее драматических и поучительных эпизодов военной истории XX века. Война эта, как мы уже говорили, шла на двух фронтах, на севере против Сирии, на юге против Египетской армии, но был еще третий фронт, фронт в воздухе, в определенных моментах этот фронт в воздухе был просто глобального масштаба, и вот о событиях войны в воздухе мы будем говорить сегодня. В кратчайшем изложении «История войны в воздухе» октября 1973 года будет сейчас представлена вам на трех графиках, ибо, как говорил Карл Маркс, несколько цифр весят больше, чем толстые тома, полные риторической чепухи. Так вот, что мы видим здесь? Это потери, значит, самый массовый самолет израильских ВВС в этой войне был американского производства Skyhawk, их было половина всех, ну, столько же, сколько всех остальных вместе взятых, самый массовый самолет. Здесь показаны их потери в каждый день войны, ну, и, соответственно, некая усредненная линия. Мы видим, что война началась с чудовищно высоких потерь, 7 октября было сбито, да, это потери без возврата, вот это прям полный безвозврат. 7 октября было сбито аж 11 самолетов, тем не менее, мы видим, в дальнейшем количество потерь стремительно падает, ну, за единственным там исключением выпадающее 18 октября, в целом оно монотонно снижается до 1-2, иногда 0 самолетов, сбитых в день. То есть очень четко видная разница, которая никак не может быть, разница такого масштаба объясненная, объясняется просто случайно флуктурацией величин. Далее, следующий по численности, по количеству самолетов и вылетов, по участию в войне самолетов, это Фантом, F4E, тот самый знаменитый Фантом. А что мы видим? Мы видим практически все то же самое, колоссальный пик потерь в первые дни, 7 октября, в частности, аж 12 сбитых, 12 сбитых за один день. Далее, количество сбитых стремительно падает, опять же, с некоторым, правда, вполне заметным горбом, обратите внимание, на графике Skyhawk его не было. А здесь что-то вот, 18-го, 17-го, 19-го, как-то немножко выросли потери, но и тоже значительно снизились. То есть ситуация примерно одинаковая по двум основным самолетам. Но что важно, третий график, вот это обвальное снижение количества потерь в последнюю, во вторую, скажем так, половину этой короткой 19-дневной войны, никак не может быть объяснено тем, что перестали летать. Вот это было бы очень простое объяснение. Так оно и было, например, 23-го июня 1941 года. 22-го июня были большие потери советской авиации, а 23-го они были просто единичные. Это не потому, что что-то произошло, и научились, а лучше сражаться с Мессершмиттом, просто перестали летать. Нет, здесь же мы видим совершенно другую картину. Да, имеет место снижение числа самолетов вылетов. Опять же, не столь обвально, а под конец войны, мы видим, оно даже стало нарастать. Опять же, обратите внимание, масштаб. Если было снижение, ну, раза в полтора, а не в 4-5 раз. Обратите внимание, что в последнюю неделю войны их даже стало немножко увеличиваться, или даже множко увеличиваться. А если принять свое внимание, что, ну, по сути дела, активная фаза боевых действий на Сирийском фронте 16-го, 17-го завершилась, то все вылеты, которые происходили, ну, по большей части, все вылеты, которые происходили в последнюю неделю войны, это вылеты на, извиняюсь, на Египетском фронте, Синай-Суэцкий канал. То есть, если бы мы сделали Кривульну только по Египетскому фронту, то в последнюю неделю фактически она поднялась бы на тот уровень, который была в начале. То есть, что-то тут явно не то. Сокращение потерь, явно, очевидно, в разы падение потерь, искащение потерь израильской авиации, которое произошло во второй половине войны, не связано с тем, что перестали меньше летать. Что-то изменилось другое. А вот о том, что же другое, мы сейчас и постараемся теперь разобраться, как обычно у нас, медленно и по пунктам. В многократно упомянутом уже отчете ЦРУ, то, что они подготовили в сентябре 75-го года, с описанием и оценками этой войны, мы, в частности, читаем. Кавычки открываются. А в конце шестидневной войны, то есть войны июня 67-го года, шесть лет до этой войны, а в конце шестидневной войны, израильские ВВС произвели такое впечатление эффективности и мощи, что побудили как арабов, так и израильтян совершить ошибки в военном планировании и суждениях, которые, ошибки, не были исправлены вплоть до октября 73-го года. В 67-м году израильские ВВС сделали так много, что израильское командование пришло к выводу, что ВВС могут одновременно обеспечить и ПВО, и тактическую поддержку сухопутных войск, и поддержку флота, и стратегическое наступление, и до некоторой степени восполнить нехватку наземной артиллерии. Арабы же настолько были потрясены случившимся, что решили, что только ВВС Израиля стали причиной их унизительного поражения в 67-м году. Следовательно, считали они, если, может быть, найдено средство для нейтрализации ВВС Израиля, то арабские наземные силы, при некотором увеличении численности и дальнейшей подготовке, могли бы сражаться с сухопутными войсками Израиля с шансами на успех. Вот, исходя из этих соображений, глубоко ошибочных, обе стороны, да и прямо, скажем, стоящие за их спиной сверхдержавы, и занимались переоснащением и подготовкой боевой авиации, ну, скажем, прямо к следующей войне. Количественные результаты перед вами. Табличка, как и всякая табличка, очень даже заслуживает того, чтобы на нее посмотреть внимательно. Значит, что мы видим? Первое. Мы видим, что произошло очень значительное увеличение численности. Значительное увеличение численности. И на том, и на другом, и на той, и на другой стороне. Далее. Мы видим, что применительно к Израилю произошло не только увеличение численности, где-то раза в полтора, но перед началом шестидневной войны. Израиль имел что-то порядка 212 боеготовых самолетов. Здесь же мы видим, что совокупно было их 368. А что там такое обозначено? А еще было порядка 80-85 в разных источниках по-разному. Skyhawk TA-4. Это двухместная тренировочная версия Skyhawk. Там с существенно упрощенным набором возможного к использованию вооружения и системы управления огнем. Тем не менее, тоже самолет, который, если прижмет, вполне можно было использовать. То есть, в полтора или даже более чем в полтора раза выросла численность израильских ВВС. Но она и существеннейшим радикальным образом изменилась ее качество. Если, как мы видим, у Египта, Сирии, собственно, ничего новее и лучше, чем МиГ-21, им не досталось. Просто их стало гораздо больше. В Египте был 61, осталось 326. А в Сирии перед войной шестидневным было 26, МиГ-21 осталось 186. То есть, произошло огромное увеличение численности этого самолета. Лучшее, что у них было у арабов. Но ничего нового за шесть лет к ним не приехало. В Израиле же ситуация совершенно другая. И если в войне 67-го года, шестидневной войне, основной авиапарк – это была то ли выставка достижений французского авиапрома, то ли музей истории французского авиапрома, то к 73-му году радикально, радикально ВВС Израиля перевооружены на американские самолеты. А причем Skyhawk и Phantom для рубежа 60-70-х годов – это, если уж не сказать слово наинновейшее, но основной американские самолеты именно с этими самолетами. Они воевали во Вьетнаме, эти самолеты были как палубные по всему американскому мощнейшему океанскому флоту. То есть это вполне современный самолет для Соединенных Штатов, а поскольку Соединенные Штаты ведущие авиационные державы, то это, можно сказать, одни из лучших или просто лучшие самолеты в мире. То есть кроме качества, количество выросло и качество. Что косвенно дает нам еще одно объяснение, почему израильское военно-политическое руководство впало в столь прискорбное по последствиям заблуждение, что мы всегда справимся. А если мы что-то где-то даже и пропустим первый удар, потому что потом наша могучая авиация поднимется в небо и всех сотрет с лица земли. Далее посмотрим на теперь некоторые технические параметры тех самолетов, которые приехали. Это важно, это важно, ибо при увеличении численности израильских ФВС где-то раза в полтора, грузоподъемность, если можно так сказать, то есть вес одномоментно поднимаемой боевой нагрузки вырос аж в четыре раза. Вот теперь мы смотрим на таблицу. Самый массовый израильский самолет – это Skyhawk. Я там слева циферками подписал количество, чтобы вам было проще ориентироваться. Что такое Skyhawk? Смотрим сразу же на две строки. Максимальная скорость 1100, очень немного, очень немного, около звуковой самолет, а вертикальная скорость, скороподъемность, ну просто смешная, 52 метра в секунду. Посмотрите, какие показатели у всех остальных. Из чего мы сразу же понимаем, что это самолет, непригодный ни для какого воздушного боя, но для воздушного боя он и не создавался. Это не истребитель забывания правосходства, ни манерного боя, это не перехватчик, это чистый, чистый штурмовик, как это по-советски называли, ударный самолет, самолет для нанесения ударов по наземным войскам противника, для огневой поддержки сухопутных войск. Пару слов про историю создания этого действительно незаурядного самолета. Началось все, конечно, в конце, даже, правильно сказать, в середине 50-х. Дуглас, главный конструктор Дугласа, да, самолет появился на спор, на слабом, поставил перед конструкторами задачу, а давайте сделаем самолет в 5 тонн. В то время, когда шло неуклонное просто стремительное нарастание массы, массы боевых самолетов, и к началу 60-х, к середине 60-х, ну, обычный тактический самолет, истребитель, истребитель-мамбазировщик, его вес превалил за 20 тонн, у американцев, по крайней мере. Напоминаю, что летающая крепость без 17 в первых модификациях была 17 или там 18 тонн взлетного веса, а здесь истребитель стал весить 20 тонн. А вот давайте, сказал он, сделаем самолетик в 5 тонн. Вот не слабо сделать самолетик в 5 тонн. Ну, слабо, конечно, тем не менее, тот первый Скайхок, который поднялся в первый полет, еще экспериментальный, имел вес пустого, ну, то есть самолет без топлива человека и вооружения, вес пустого меньше 4 тонн. Ну, это уже буквально заставляет вспомнить про самолеты Второй мировой войны. Вот, малыш оказался очень удаленьким, очень удаленьким, к нему сразу же проявил большой интерес палубная авиация, авиация американского флота, в частности потому, что он такой маленький, это еще такое правильно сделанное треугольное крыло, малого удлинения, как неизбежно при треугольнике, что он помещался на палубе авианосца, и не надо было даже делать поворачивающие, поднимающиеся, опускающие консоли крыла, что чрезвычайно упрощает. Он и так помещался. Он им понравился. Его стали превращать из самолета, сделанного для приколов, в боевой самолет. В результате, понятным делом, масса выросла. Да, во всей этой табличке, обратите внимание, я по всем пяти типам указал максимальную взлетную массу. Максимальную, а не то, что называется нормальный взлетный вес. В данном случае это важно, потому что мы говорим про максимальную боевую нагрузку. Поэтому я так сделал таблицу. Так вот, он при полной загрузке под завязку уже вышел на 10,5 тонн. Это общий, да еще и максимальный вес. И в результате малыш поднимал 3200. Ну, понятно, по-разному во всех источниках, с разными вариантами нагрузки, с разным количеством, естественно, топлива. Чем больше топлива, тем меньше бывает нагрузка. И наоборот, но более трех тонн. Более трех тонн брал вот этот малыш. На некоторых фотографиях он просто летит весь аж увешанный, увешанный бомбами, ракетами, блоками для запуска неуправляемых ракет, и так далее. Получился вот такой, не слишком летучий, еще раз обращаю внимание, очень низкая для той эпохи вертикальная скорость, огромная и отдельная нагрузка на крыло, посмотрите, 437, больше, чем у кого-либо. То есть он очень тяжело сидел в воздухе. Он тяжелый, аэродинамически тяжелый, не в точке зрения взвешивания на весах, аэродинамически тяжелый, но способный обрушить на голову противника много всякого. Также обратите внимание на такую маленькую деталечку, что самолетик этот имел еще и штангу для дозаправки в воздухе. Маленький нюанс, который сыграл очень важную роль в войне судного дня, о которой мы говорим. А то, что именно такой самолет был закуплен в самом большом количестве, еще раз напоминаю, да еще и порядка 80 двухместных учебно-тренировочных скайхоков. То есть израильская авиация взяла ставку на него. Это не случайно. Это говорит о подходе, подходе к построению ВВС, который в этот момент был в Израиле. Как уже выше было сказано, на ВВС решено было взвалить все. И то, и это, и то, и это. И разрушение объектов в глубине противника, и промышленных объектов в глубине противника, и нанесение ударов по переднему краю, и до некоторой степени замена артиллерии, летающей такой вот артиллерии. И, соответственно, самым главным, самым массовым самолетом стал штурмовик, самолет для ударов по наземным войскам. Кроме всего прочего, еще отметим, что самолетик, все штуки, удержали не только в умеренном весе, но и в умеренной цене. Вначале он вообще стоил какие-то жалкие полмиллиона. То, что уже потом продавали израильцам, стоило 700 тысяч штука, но это, в общем, очень по-божески. Напоминаю, что французы за свой мираж брали 2 миллиона. Вот. Эта штуковина стоила очень скромных денег. Что, думаю, тоже сказалось и на том, что их так много купили. А с чем это можно сравнить? С другой стороны фронта, ни с чем. Ни с чем. А самым массовым советским самолетом на арабской службе был МиГ-21. Видите, циферка, 512 штук. Ну, не считая всякого еще там оставшегося в большом количестве, совсем устарелых самолетов. Где-то были МиГ-17, МиГ даже еще где-то, может быть, и 15. Основой арабской авиации на протяжении всей войны был МиГ-21. И это самолет абсолютно другого другого предназначения. Да, не то, что другого класса, другое предназначение. Опять же, смотрим туда же, куда я предлагал вам посмотреть. Максимальная скорость 2.200-300, то есть это под два Маха. Вполне приличная вертикальная скорость. Не то, что вполне приличная, а очень приличная. 205 метров в секунду. То есть это истребитель, истребитель воздушного боя, истребитель-перехватчик, может быть, может быть. При этом он, конечно, может быть использован как самолет для удара по наземным целям, но его максимальная нагрузка всего-то тонна. Да и то сильно сомневает, чтобы когда-то они с такой нагрузкой летали. То есть это самолет абсолютно другого типа. Самолет, который должен был решать задачи уничтожения авиации противника, борьбы с авиацией противника, но никак не самолет для удара по наземным целям. Почему? И получилось, что в конечном-то итоге, в конечном итоге порядка 65 вылетов за эту войну, войну судного дня, израильская авиация была для удара по наземным цели, а у арабов точно наоборот. И четверть, и 75% всех вылетов это вылеты на попытку вести, на попытку именно так, надо сказать, вести воздушный бой. С израильской стороны для воздушного боя был «Мираж», и он, причем с удивительной настойчивостью, с удивительной настойчивостью была проведена эта линия, что «Миражи» практически всю тяжесть войны, воздушных боев, борьбы и завывания производства в воздухе вынес только этот самолет, все остальные использовались главным образом для ударов по наземным целям. Что мы видим? Что мы видим, если сравнить «Мираж» и «Миг-21», мы об этом уже говорили, но еще раз, еще раз, ну, по скоростям примерно одно и то же, по скоростям одно и то же, вертикальная скорость «Миража» меньше, это не случайно, потому что тяга вооруженности у «Миража» была меньше, он тяжелый, он тяжелый, двигатели примерно одинаковой тяги, а «Мираж», как мы видим, значительно тяжелее, особенно если брать не вот эти вот варианты с максимальным взлетным весом, а с нормальным взлетным весом, тяга вооруженность ниже, а, соответственно, вертикальная скорость «Миража» была поменьше, на четверть, разгонялся слабее, с другой стороны, он был очень летучий, он был очень летучий, смотрим на удельную нагрузку на крыло, тоже существенная разница. «Миг-21» для истребителя манерный бой был очень тяжел, очень тяжелый, это у него, то есть, неизбежно, неустанимый его недостаток был всегда. Соответственно, очень быстро советские летчики, или арабские летчики, по фамилии Лисицин, быстро поняли, появилась поговорка «Видишь «Мираж», не становись в «Вираж». То есть, на горизонтальном маневрировании «Мираж» был лучше. Но в общем и целом, как самолет, как летающее устройство, летающий объект, «Миг-21» «Мираж» вполне сопоставимый, говорится, о каких-то превосходствах того или другого, как самолет-то, еще раз подчеркиваю, не приходится. А вот как система вооружения, тут уже надо признать, что «Мираж», конечно же, был лучше, особенно, если в кабине сидел высоко подготовленный летчик. Почему? Вооружение и система управления огнем. то, что в «Миг-21» там из носика торчит острый воздухозаборник, вот внутри этого воздухозаборника действительно спрятана некая антенна, параболическая антенна радиолокатора. Но не надо радоваться. Это никакой не радиолокатор. Это всего-то радиолокационный дальномер, который необходим для того, чтобы вести огонь из пушки. Нужно точно знать дальность. Это абсолютно необходимо для баллистического расчета. Ну и дальномер для того, чтобы обеспечить использование цепловых ракет. Надо все-таки знать, с какого расстояния мы запускаем, когда мы вошли в зону возможного захвата. Вот, собственно, и все. Да, были варианты, где это немножко пытались расширить, немножко улучшить, довести его до кондиции, вот то, что там спереди. Но некоторые уже обзорные радиолокаторы, которые там что-то позволяли увидеть и захватить на дистанции в 10 или 15 километров, но в общем и целом радиолокаторы у этого самолета, если и был, то весьма с большими оговорками. И фактически все, что он мог делать, это ближний, визуальный воздушный бой с использованием пушки, а пушечка была достаточно слабая, 23 миллиметра одна штука, или крайне неэффективных, на тот момент крайне неэффективных советских тепловых, ну, советская ракета с тепловой головкой, это был сварованный американский сайдвиндер, повторенный один в один со всеми гайками и размерами, но, что интересно, почему-то хуже. Даже сложно мне это объяснить, почему сделано один в один оказалось хуже, но оказалось несколько хуже. У «Миража» была другая ситуация, там стоял абсолютно полноценный, полноценный радиолокатор, полноценная система управления огнем, построена на основе радиолокатора, соответственно, пилот «Миража», израильский пилот, мог обнаружить арабского пилота на «Миге» за километров 30, когда он просто не понимал, что происходит, но в кабине «Мига» начинала гудеть сирена оповещения о том, что вас видят вражеские локаторы, потом она меняла звук и переходила в лед, такой визг, это значит, вражеский радиолокатор уже пришел в режим захвата и автосопровождения, это крайне портит построение, а противника даже еще не видно, кроме того, на выражении, на вооружении «Миража» была французская же ракета термиматора с наведением, полуактивным уже радиолокационным наведением, абсолютно все по-взрослому сделано, правда, нифига она не работала, ее эффективность оказалась крайне низкая, крайне низкая, но «Мираж» мог использовать очень мощное пушечное вооружение, вот то, что вы видите перед собой, две пушки по 30 миллиметров, орудие оказалось чрезвычайно эффективное, очень мощное, с большущим боекомплектом, он оказался настолько хорош, что когда израильтянам достался «Скайхок», они со «Скайхока» стали снимать его штатное вооружение и приделывать к нему вот эти две, два по 30 миллиметров пушки фирмы «Дефа». вообще-то странный конечно способ поведения с самолетом, как-то вот, как на мой взгляд, но израильтяне все это сделали очень смело и решительно, то есть пушка была настолько хороша, что «Мавик» «Скайхок» ее мог использовать для того, чтобы сверху расстреливать всякого рода объекты противника, включая легкобронированную технику, то есть серьезное пушечное вооружение и хорошая система управления огнем обнаружения противника, ну и плюс, конечно же, подготовка израильских летчиков. Далее, последняя пара, видите, я как по возможности цветом выглядел, если можно, я понимаю, прошу не смеяться в зале и не кидать табуреткой, да, если можно «Фантом» и «Суси» объединить некую пару. Значит, «Фантом» это второй тип американского самолета, который они закупили, и по количеству, немаленький, все-таки 95 штук, было, нет, куплено было больше, что-то было потеряно во время войны, и в том и в другом случае «Скайхоков» и «Фантомов» было закуплено существенно больше, но были серьезные потери во время войны на истощение 69-70-е годы, ну и при том самолеты неизбежно бьются в процессе боевой подготовки летчиков, или мы летаем аккуратными кругами, или мы бьем самолетов, по-другому, как-то еще ни у кого не получалось. Что такое «Фантом»? Ну, «Фантом» это легендарная, легендарная машина, не случайно она была удостоена даже советской народной песни, я подчеркиваю, это народная песня, это не чиж придумал, я эту песню про «Фантом» слышал еще в школьном возрасте. Самолет, как видите, он просто уже по весу, по весу, едва ли не вдвое, ну не едва ли, а по отношению к Мега-21, он просто в два раза тяжелее, причем здесь я еще привел показатели вот именно модификации 4Е, были более тяжелые модификации, где-то вообще по 20 тонн максимального взлетного веса. Самолет этот появлялся очень непросто, то есть изначально была поставлена задача сделать палубный навянуться, перехватчик дальнего перехвата, то есть это уже у нас конец 50-х, это уже начало 60-х, когда шла его разработка, у Советского Союза есть большущие самолеты, ТО-16, ТО-22, которые способны шандарахнуть крылатой ракетой по кораблю, в частности той самой Х-22, которую мы хорошо все знаем, а по кораблю это авианос, авианосец это слишком дорогая вещь, чтобы проверять, сможем ли мы перехватить Х-22 или не сможем, соответственно, нужен дальний рубеж ПВО, вот этого авианосного ордера, надо перехватить вражеский, то есть советский бомбардировщик раньше, раньше, чем успеет запустить противокорабельную ракету, то есть нужен перехватчик огромного радиуса действия, который должен там над океаном часами летать, далее, а кто ему поможет, кто ему там поможет, там нет никакой наземной станции наведения, которая обнаружит вражеский самолет, сообщит об этом, подскажет, как на него уходить, или просто в автоматическом режиме выведет, как это уже тогда, американцы у них уже на, я в 102 себя не путаю, Дельта Деггер уже была такая система, что наземный РЛС обнаруживает вражеский самолет, все вычисляет, и готовые управляющие команды передаются уже прямо на автопилот, ничего этого в открытом океане не будет, то есть к этому самолету, перехватчику с огромным радиусом большой продолжительности полета, надо еще добавить мощнейший РЛС, который сама все найдет, а добавить мощный вычислитель, который все посчитает, как этот перехват выстроить, понимаете, там нельзя, там второй попытки у вас нет, если вы один раз промахнулись, потом вы уже можете просто этот самолет в безбрежном небе не найти, ну и наконец нужно мощное вооружение, чтобы его еще избить, мощный бомбардировщик советский, мощным вооружением принималась ракета, это был первый из массово серийных самолетов, у которого главным вооружением была ракета СПРО, тот самый воровыш, о котором мы много-много-много раз говорили, с полуактивным, уже пополняет себя полноценным, полуактивным наведением, радиолокационным наведением, и, соответственно, еще садвиндеры, тепловые, и что самое смешное, в первых вариантах Фантома не было даже пушки, предполагалось, что он и не должен сближаться с вражеским обзировщиком, должен его с дистанции 10-15 километров шандерахнуть радиолокационными ракетами, если уж не получится, то с дистанции 4-5 километров добить тепловыми. Все, что я перечислил, это большой самолет, это два человека, два человека, один оператор системы управления оружием, один это летчик, и самолет получился тяжеленный, и самолет получился тяжеленный, ну, для американцев это дело вполне себе привычное, они всегда любили делать большие тяжеленные самолеты, получился большой, тяжелый перехватчик дальнего радиуса действия, еще и палубный, а вот когда он у них получился, и хорошо получился, побил мировые рекорды скорости, скороподъемности, динамического потолка, есть, кстати, даже скорости на определенно малой высоте у Земли, а когда это у них все получилось, ну, да, вспомнили они историю про свой тандерболт или не вспомнили, но решили, а если у нас есть такой тяжеленный самолет с мощной электроникой, с отдельным человеком-оператором системы вооружения, а почему бы нам не превратить перехватчик в мощный ударный самолет, донесения ударов по наземным целям. Почему я вспомнил Тандерболт Пи-47, ну, так у них и было, они делали Вторую мировую войну, они делали истребитель сопровождения, то есть, главной и основной и единственной задачей была огромная дальность полета, чтобы истребитель, взлетев где-то в районе Лондона, с британских островов, мог долететь до Берлина, сопровождая бомбардировщики, вернуться назад еще с какими-то каплями горючего в баках. Они решили эту задачу, решение этой задачи превратилось в появление гигантского самолета весом 6 тонн, ровно вдвое больше, чем, допустим, Спитфайр или Миссершмитт, а когда они сделали такой громадный, тяжеленный самолет, перехватчик, потом не подумали, ну, если у нас есть большой самолет, ну, давайте мы обменяем дальность на вооружение, то есть, при минимальном количестве бензина в баках под Тандерборд навешивали бомбы, неуправляемые ракетные снаряды, что у них уже было, если я не путаю, уже даже в карете точно были, напалмовые баки и так далее, и в результате самолет, который родился как истребитель, я пописываю к 7 Тандерборд, поднимал 900 килограмм боевой нагрузки, что в полтора раза больше, чем советский бомбардировщик Пе-2 с двумя двигателями и тремя членами экипажа. Так вот, нечто подобное произошло с Фантомом, и самолет, который рождался как перехватчик дальнего радиуса действия, превратился в мощнейшую, мощнейшую машину для нанесения ударов по надземным целям, и что мы видим, 6800, 6800 килограмм боевой нагрузки, то есть, один Фантом мог взять как два Скайхока, но если сравнивать советский МиГ-21, то как 7, как 7 МиГов. В результате такой самолет, дорогущий, дорогущий, примерно 3 к 1 по отношению к цене Скайхока, то есть, можно было бы лишних Скайхоков накупить, как на мой вкус, но они, израильтяне, пошли по другому пути, они все-таки купили этот, еще раз повторяю, чудовищно дорогой самолет, сложный самолет, и в обслуживании, и в управлении, в подготовке летчиков, и сделали они это, как оказалось, не зря, он у них, в войну-то, судно, конечно, все, что могло летать, летало для ударов по наземным целям, но уже, как сказать, прошли первые дни этой войны, и дальше он использовался, как написал один умный человек, ближнемагистральный стратегический бомбардировщик, красивая фраза, то есть, самолет, который способен был залететь далеко, глубоко, уничтожать сирийские порты, уничтожать сирийские энергетические объекты, который, как известно, однажды слетал, уничтожил иракские реакторы, в общем, такая получилась машина, в которой ее большая дальность полета тоже была использована, но не для перехвата, а для удара по каким-то особо важным целям в стратегической глубине противника. Вот такой вот самолет был у израильтян, ничего с этим рядом ставить нельзя, но советский Су-7 Б, в варианте бомбардировочном, ну, до некоторой степени была некая мысль сделать что-то подобное, самолет со связываковой скоростью, как вы видите, максимально там 2-120, да еще способны даже где-то вести воздушный бой, может быть, но при этом еще с какой-то бомбовой нагрузкой, бомбовой нагрузкой, как вы видите, в три с лишним разе меньше, чем у Фантома, но говорить про оборудование системы управления этим вооружением вообще смешно, летчик-1, то есть, ну, понятно, что никакого сравнения быть не может, и в результате мы что имеем? Мы имеем, что, несмотря на огромную численность арабской авиации, но совокупно все МИГи, которые у них были, и даже с учетом этого недобомодировщика Су-7Б, к ним даже приехал Су-7, Су-20, это Су-7Б с поворотными консулями крыла, то есть, изменяющиеся стреловидность, что повысило, несколько спасло ситуацию с его очень плохими взлетно-посадочными фейсеристиками, огромная взлетная и огромная посадочная скорость. Все они вместе взяты, несмотря на огромное численное превосходство арабской авиации, но одновременно поднять бомбу груза, груза вооружения для удара по наземным целям, они могли меньше, меньше, чем израильтяне при относительно меньшем, существенно меньшем количестве боевых самолетов. В завершении разглядывания этой замечательной таблички очень важный вопрос, почему, почему все-таки так получилось, что израильтяне закупили у американцев два типа с какой-то фантом и тот, и другой палубный, палубный самолет всегда дорогой самолет, особенно еще раз, пятый раз повторяю про фантом. Можно было найти что-то подешевле, но был, например, у них американцев Note of F5, что назывался Freedom Fighter, а боец за свободу, как раз он и делался как легенький истребитель, истребитель, класса Миража или Миг-21, как раз для экспорта. Не знаю, не знаю, нигде не нашел ответа на этот вопрос, но важно то, что это решение оказалось просто судьбоносным, то, что на вооружении израильских ВВС были американские палубные, слово палубное, подчеркиваю, тремя строками, палубные самолеты сыграло решающую роль в спасении Израиля во время войны судного дня. В 2 часа дня 6 октября 73-го года эта война началась. Как мы уже понимаем, главные события происходили на земле, самые драматические события происходили на земле, соответственно, и главная задача, которая с первой до последней минуты этой войны решала, должна была решить израильская авиация, это была поддержка сухопутных войск, нанесения ударов по вражеским сухопутным войскам, в том числе и в глубине обороны. Там и были самые драматические события в этой воздушной войне, но начнем мы, как говорится, чтобы потом не возвращаться к другой составляющей, той, в которой израильские ВВС всегда превосходили своего противника и подтвердили это полностью безоговорочно в этот раз в войне судного дня. Воздушный бой, кроме всего прочего, есть еще и воздушный бой, иногда самолеты воюют друг против друга и, как мы уже говорили, показали на составе арабской авиации, главным самолетом у них был легкий истребитель воздушного боя МИГ-21, в общем-то, вся их авиация была заточена именно под это, под воздушный бой. А что же получилось? Без долгих разговоров цифра, подтвержденная, подтвержденная, не вызывающая уже сомнений, количество сбитых в воздушных боях арабских самолетов 277 штук. 277 штук сбили в воздушных боях, потеряв при этом в воздушных боях всего 17. Соотношение 16 к 1. Я уточнил, в прошлый раз я говорил 18, уточнил. Все-таки 16 к 1. Ну, согласитесь, 16 к 1 это тоже достаточно впечатляет. Это тоже достаточно впечатляет. То есть, это полный и безоговорочный разгром. Как и следовало ожидать, как и было замышлено, главную тяжесть войны в воздухе взял на себя Мираж. Кстати, тут надо пояснить, я его везде называю Миражом и в табличке он у меня обозначен как Мираж, а он-то уже был к тому времени Нэшером. Нэшер это значит Орел. А дело в том, что, как мы уже говорили, французы ввели эмбарго на поставки вооружения в Израиль в 67-м году. Имевшиеся 65 Миражей перед началом Шестидневной войны что-то было потеряно, ну и потом всему есть свой предел, не может самолет летать. Годами и десятилетиями их количество стало сокращаться и, собственно, Миражей французского производства было порядка 35 к началу войны судного дня, откуда же они тогда взялись. Там была большая детективная история, не будем, прочитайте, об этом написано в художественной и всякой прочей документальной сфере. Своровали полный комплект технической документации, вытащили кое-какие комплектующие, значит, своровали. Понятно, что Марсель Дассо, исходная фамилия Марсель Блох, еврей, участник антифашистского сопротивления, конечно же, не сильно мешал, я так думаю, израильской разведке сформировать эти чертежи. В результате крохотная страна с населением, еще раз повторяю, 3 миллиона человек, наладила собственное производство самолетов. Они делали вот этот Мираж, просто один в один, ну, с некоторыми, изменениями один в один не бывает, под названием Нэшер и Рио, вот их-то и было больше уже, чем исходно французского производства Миражей, но я это все называю так. Вот эти Миражи Нэшери взяли на себя основную тяжесть войны в воздухе из 277, по разным оценкам, они сбили порядка 200, 200, потеряв в воздушных боях всего 12, вот такое замечательное соотношение. 200 сбили, 12 в воздушных боях потеряли, это 16,7, если считать по коэффициентам и процентам. Феноменальный результат, феноменальный результат, что интересно, что интересно, как всегда, как всегда, летает много, летают, 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 а сбивает крохотное количество людей. Из 277 сбитых в воздушных боях арабских самолетов, 260, почти все, сбило 33 израильских пилота, в среднем по 8 сбитых на одного человека. Ну, так оно всегда бывает во всех войнах. Сбивать это в воздушном бою, сбивать это некое талант, искусство, которому учатся, но не всякого можно выучить. Для сравнения, чтобы понятно, что такое 277 вражеских самолетов, подтвержденно сбитых в воздушном боя, боя, за 19 дней, американцы во Вьетнаме с 65 по 73 год, 8 лет, сбили аж 206 северо-вьетнамских, ну, то есть, советских самолетов. 206 за 8 лет, а здесь 277 за 19 дней. За 19 дней. Для любителей техники поясняю, что самым эффективным инструментом воздушного боя оказалось израильское производство ракеты с тепловым наведением Шафрир-2, да, это маленькая стана, еще и собственную ракету делала, причем уже вторую, был сначала Шафрир-1, это Стрекозан, очень неудачный, помучавшись с ним, они сделали Шафрир-2, который оказался очень неудачным, ну, в общем и целом, все это, конечно, похоже на Сайдвиндер, все похоже на Сайдвиндер, но израильский Шафрир, в отличие от Сайдвиндера, обладал более мощной, более тяжелой, более мощной боевой частью, это-то и оказалось решающим его преимуществом, потому что американский Сайдвиндер и его советский нелицензионный клон К-13 был слабоват, и даже в случае попадания он повреждал, конечно, израильский самолет, но его не уничтожал, а вот эта штуковина била наверняка, в результате раскладка такая, 35 или 40% сбитых арабских самолетов сбито вот этим самым Шафриром, еще 25 американским Сайдвиндером, это что у нас получается, это у нас уже две трети, а 30% было сбито мощнейшей вот этой пушкой Медефа, 2 по 30 миллиметра, ну а она самая дорогое, понятно, что их использовали с Фантома, Фантомы тоже все-таки что-то сбили, порядка 77, фантомы все-таки сбили, то есть им тоже приходилось иногда принимать участие в воздушном бое, хотя не для этого их готовили и не для этого их посылали, вот вероятно, невероятно, а только оттуда мог быть запущен СПРУ, всего-то 5%, то есть в этой войне как и в вьетнамской войне первого поколения радиолокационные ракеты воздух-воздух, даже такая продвинутая как СПРУ с полуактивным радиолокационным самонаведением ни хрена не работали, то есть война в воздухе была выглянна полностью чисто в одни ворота, достаточно быстро воздух, воздух стал уже полностью в руках израильской авиации, но все главное и все самое тяжелое, кривопролитное и трагическое происходило на земле, вот с поддержкой наземных войск получилась большая пробольшая проблема. Об этой проблеме мы уже говорили в одной из предыдущих передач, когда обсуждали причины, вследствие которых военно-политическое руководство Израиля можно сказать почти что проспало начало этой войны, но это важно, поэтому имеет смысл повторить. Пожалуй, что война 1973 года была, наверное, одной из первых или просто первых в истории, когда наземное ПВО зенитно-ракетные войска сыграли стратегическую роль в ходе и сходе этой войны. А так вот, на этапе подготовки к войне советский и московский заказчик провел колоссальную работу по усилению ПВО соответственно Египта и Сирии, несмотря на то, что, да, самолетов-то тоже было очень много, мы уже говорили про более полтысячи МиГ-21, но понимая, что, скорее всего, войну в воздухе все равно израильтяне выиграют, было принято решение принести центр тяжести, центр усилий на создание очень мощной наземной ПВО, тем более, что там в кабинках управления могли сидеть советские офицеры и никто этот не проверит и не докажет. В результате смотрим на таблицу. Как всегда, цифры очень красноречивые. Значит, первая строка 1967 года то, что было накануне, войны шестидневные и 1973 год то, что было накануне войны судного дня. Как мы видим, тогда, всего-то шесть лет назад все, что было, это уже достаточно устаревшие первого поколения комплекс С-75 это огромный летающий телеграфный столб изрядно устаревший уже с 67-го в году аж к 73-м это едва ли способно выполнять боевую задачу, тем более противооборство с израильской авиацией. Дальше, как мы видим, даже этого устаревшего хлама навезли в огромном количестве. Количество комплекса выросло с 33-го до 83-го. Появился 125-й, ну, не сказать, тоже, в общем-то, первое поколение, тоже командная система наведения достаточно архаичная, а тем не менее этот комплекс уже был до некоторой степени немаловысотной, он уже способен был где-то до 200, может быть, даже 150 метров реально что-то перехватывать, хотя с ним тоже уже научились справляться, их привезли, как видите, в каком количестве, 72, и самое главное, о чем мы много раз и говорили, приехал наиновейший, то есть, извиняюсь, в 73-м году он был действительно наиновейший комплекс круг, в экспортном варианте назывался квадрат, это очень продвинутое, мы о нем много говорили, очень продвинутое зенитно-ракетный комплекс, атаке было 25, 15, причем достались сирийцам, а 10 были у египтян, а что это там, я снизу такие подписываю, что-то умножить на 6, умножить на 12, что это такое, а дело в том, что с этими цифрами большая проблема, вообще говоря, что мы считаем, что мы считаем, вот один человек, один солдат, один боец, с одной винтовкой, это же один человек, один, он из своей винтовки может одновременно стрелять в одну цель, да, в одну цель, с другой стороны, но есть же все-таки какая-то разница между бойцом, у которого в руках кремневое ружье, которое после выстрела надо там еще несколько минут проводить всякие манипуляции, зарядить, насыпать на полку порох и так далее, потом можно выстрелить второй раз, или это боец, тоже один человек, с одним стволом, способный стрелять в одну цель, но в руках у него не кремневое ружье, а самозарядное, допустим, винтовка Симонова, которую можно бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам пока не кончится обойма, в обойме там, если они путают, было 7 или 8 патронов, есть разница, например, товарищ Сталин, известный в апрельском 40-го года совещание говорил о том, что боец с самозарядной винтовкой равняется трех бойцам, потому что стрельность, которая ведет огня, значительно выше, соответственно, вот что значит С-125-72 снизу умножить на что-то, 72 это ну, комплекса, батареи, дивизионы, все по-разному называется, это 72 72 аппаратические единицы, в составе которых есть один локатор, и он способен обстрелять одну цель, соответственно, 72 комплекса способны были обстрелять одновременно одномоментно в 72 цели, это примерно как 72 винтовки, но винтовка это благодаря тому, что в составе нее было готовых к немедленному запуску или 8, или даже 16, то есть 4 по 2 или 4 по 4 пусковой установки, то получается все-таки возможность ее не сводится к тому, что это 72 возможно обстрелянные цели, ну с устаревшим 75-м там было 6 пусковых установок на каждой по одной ракете, по-всякому можно это дело считать, я все-таки конечно сторонник того, что надо считать минималистским, так и сделана эта таблица, а американцы например в своем царушном отчете все-таки пересчитали именно все пусковые установки, что создает какую-то совершенно пугающую картину, пугающую картину гигантского количества ракет, которые смотрели в небо, да, ракет с неба что толку от того, что их много стрелять они могут только одна за другой по одной цели. Вот такая картина, и кроме того еще комплексы стрела, это перелосной зенит ракетный комплекс, то есть ракетка запускаемая с плеча, оценки ясаки разные, провожу полярные, от 765 до 1245 это только пусковых труб, пусковых труб, ракету в ней еще можно менять, ракеты этих было гораздо больше. Вот такое огромное нагромождение наземной ПВО, наземных ракетных комплексов, сразу же забегая, скажем, что С-75 в своем огромном количестве сбили то ли 1, то ли 2, то ли 3 самолеты за всю войну, С-125 по всем, по разным оценкам сбили то ли 4, то ли 5, то ли 6 самолетов израильских, при среднем расходе ракет то ли 50, то ли 60, то ли 65 ракет на один сбитый самолет, ну все понятно, а вот комплекс круг оказался чрезвычайно эффективен, он и не мог не оказаться эффективен, потому что его электроника, его система наведения, об этом мы говорили, была весьма продвинутая, и кроме того, что она продвинутая вообще, принципиально в Израиле не было на тот момент радиоэлектронных средств борьбы, постановки помех, а то, с чем они привыкли летать на боевые задания, с возможностью подавления 75-125 абсолютно на круг не воздействовало никак, никак, в результате произошло то, что и произошло, еще раз, еще раз повторяю, что 7 числа, 7 числа безвозвратно сбитый было 31 израильский самолет, 31 самолет сбитый безвозвратно за один день, почему такие гигантские потери, а потому что, а потому что приходилось летать, а потому что приходилось летать, 7 октября это день, ну мы говорили, что происходило на Сирийском фронте, на Голанах, это когда две погибающие, просто исчезающие израильские танковые бригады пытались остановить гигантскую лавину, гигантскую лавину сирийских танков, этот же самый день 7 октября, уже утром, уже утром 7 октября, через 16 примерно часов после начала войны, египтяне форсировали канал, и уже на восточном берегу канала, на другом берегу канала, было 850 египетских танков, и еще 11 тысяч всяких прочих и разных движущихся предметов от автомобиля до брони транспортера и перекинули уже на другом берег канала 90 тысяч солдат от линии обороны, об этом будем говорить естественно в следующей передаче, была просто смятена, в этой ситуации не оставалось ничего другого, как использовать свою проверенную в предыдущих войнах палочку-выручалочку и попытаться решить вопрос ударом авиации, что и привело, еще раз повторяю, 31 безвозвратно сбитый за один день 7 октября, в пересчете на самолеты вылеты 4,9 сбитых на 100, чрезвычайно высокий, чрезвычайно высокий показатель, но чтобы было понятно, в среднем, в среднем за всю эту войну 1,1 самолет сбитый на 100 вылетов, здесь почти 4,5 раза больше, одеваться некуда, одеваться некуда, несмотря на такие потери, пришлось продолжить, пришлось это дело продолжить и на следующий день, а в результате итоги первых 3-х или первых 2,5 дней войны в воздухе, то есть полдня 6-го, 7-го, 8-го перед вами, вот так ошеломляюще это дело выглядело, здесь приведены только ударные, но в том смысле, что наносившие удары по наземным целям, а самолеты Скайхок, Фантомы, еще и Супермистер, да, тот самый старый, вот это вот, уже к 73-му году, действительно, скорее пригодный для парка культуры и отдыха, французский Супермистер, а также использовался как легкий штурмовик, легкий бомбардировщик в донесении удара по наземным целям. Результаты перед нами. За 3 дня, за 2,5 дня безвозвратно сбито 44 самолета, вот самым крайним столбичком я напомнил, чтобы вы не забыли, сколько вообще этих самолетов было на вооружении Израиля, чтобы было понятен масштаб этих потерь, совершенно четко видно, кто их уничтожал, то есть главным уничтожителем были, ну, имеющиеся отчеты не дают возможности разделить по типам зенитно-ракетных комплексов, но поскольку 75-й и 125-й практически ничего не сбили, то можно считать, что все эти 26 битых самолетов, или почти все, относятся к деятельности вот этого круга, которых всего-то, напоминаю, было всего лишь 25 штук, 15 усилийцев, 10 на Египетском фронте, вот они за 2,5 дня сбивают 26 самолетов, 13 Скайхоков, 13 Фантомов, зенитная добавила, что такое зенитная, это вот эта замечательная призамечательная шилка, и вот этот дуэт, дуплет, шилка и куб, и стали страшными инструментами истребления израильской авиации, то есть уйти на предельно низкую высоту ниже возможного перехвата для куба, это значит оказаться просто под огнем, под истребительным огнем шилки, а если от этого моря огня, которое шилка извергала, подняться на там 400-500-600 метров, то самолет замечательно оказывался в зоне досягаемости Зарькокуб. Ну и еще 9 самолетов сбито по невнятной причине, то есть возможно или то, или другое статистика это не показывает. Далее, ведь надо же понимать, что 44 сбито безвозвратно, это же не все, это же не все, есть же еще поврежденные, а поврежденных всегда больше, в полтора или два раза больше, потому как самолет это не танк, вот есть много разниц, разницы между самолетом и танком, одна из них в том, что в танке пробойную можно заколотить доход деревянной чуркой в надежде на то, что два раза в одно и то же место не попадет и воевать дальше самолетом так нельзя, самолетом так нельзя, если у самолета дырка в креле, то надо с ним что-то очень серьезно с этим самолетом профессионально делать, то есть самолет даже после относительно небольших по танковым понятиям повреждений выходит из строя годных, он уже не боеготовый, его уже надо чинить и далеко не факт, что его удастся починить за один или два дня, даже при том бешеном темпе, который был взят. Так вот, за те же три дня только Фантомов и Скайхоков было повреждено 74, это опять же ЦРУшный отчет по миражам и Мистерам они не дают цифру, но если пропорционально пересчитать по соотношению пропорции самолетов и предположить, что потери повреждений были пропорциональны в остальных, то получается, что за три дня будет что-то порядка 100 провежденных самолетов, а 44 ударных, как мы уже сейчас смотрели, безвозвратно выведены, это только ударные, я не считал миражей Нэшеров, там еще, там еще 8, таким образом, за три дня, за два с половиной даже дня, шестое, седьмое, восьмое, израильская авиация безвозвратно теряет 52 самолета, предположительно, повреждено порядка 100 самолетов, то есть, у нас полтора, полторы сотни минус, у нас полторы сотни минус, то есть, за два с половиной дня войны мы сократили численность своей авиации на 40%, но дальше очень простая арифметика показывает, чем это дело может закончиться, и когда оно закончится, здесь, здесь, правда, надо сделать одно важное замечание, уточнение, вообще-то, такие потери не есть, большая диковинка, в первый день шестидневной войны, тот самый, легендарный, описанный во всех книжках, статьях, документальных фильмах, первый день шестидневной войны, когда израильская авиация одним ударом уничтожила все аэродромы противника, и, в общем-то, ну, если не обнулила, то очень существенно ослабила авиацию сирийскую, египетскую, иорданскую, а вот этот самый день уже был не бесплатный, он был не бесплатный в первый день шестидневной войны, безвозвратно, безвозвратно, израильская авиация теряет 18 самолетов, это, между прочим, 3,85 на 100 вылетов, 3,85 на 100 вылетов, а рекордный, в плохом смысле, рекордный по войне судьбы дня было 4,9, в общем, не сказать, что какая-то бесконечно большая разница, в тот же самый первый день шестидневной войны Израиль безвозвратно потерял 9%, 1,1, это общая числа самолетов исправных, то есть, такие потери не являются чем-то невероятно большим, но вопрос, вопрос же, что за эти потери было получено, если в первый день шестидневной войны, да, ценой очень тяжелых, пропорционально тяжелых потерь была выведена из строя аэродромная сеть противника, фактически его авиация как инструмент ведения войны была выбита из войны, то на этот раз в войне судного дня, о которой мы говорим, за первые три дня, собственно, не было решено ни одной задачи, подавить зенитно-ракетные комплексы, подавить ПВО египетско-сирийское не удалось, на земле происходило черте что, и в общем-то не случайно, что именно вечером 8 октября было принято решение демонстративно поставить на боевое дежурство ракеты Иерихон с предположительно ядерной боеголовкой и проинформировать об этом американцев. Вот до такого состояния доходила ситуация с войной в воздухе, в воздухе на земле, и из этой ситуации тем не менее стремительнейшим образом через две недели удалось вырулить. Вот о том, как это удалось вырулить, мы и будем оговорить. Следующая передача, которую вам долго ждать не придется, она будет завтра, ну а спасибо сегодня, спасибо вам за внимание. Продолжение следует...